Открытая трибуна. В каком районе города ситуация с транспортом обстоит хуже всего? Я думаю всего Долгинцево это развилка. Ласточка, развилка 27-й, 35-й. После 8 часов вечера очень тяжело туда доехать, а уехать тем более. Они машиной даже съезжают с маршрута. Вот эта заводская перевозка кончается в 7 часов, 8 часов вечера. После 9-ти это нереально туда доехать. Я живу в центрально-городском районе, далеко не езжу. Не так. Пушкина на работу, больницу и на рынок, на центральный рынок. В основном мне это устраивает. Во-первых, это карнавадка, потому что с карнавадки очень тяжело куда-либо выбраться вообще. У нас свои местные автобусы ездят в принципе, но хотелось бы как-то, чтобы получше была ситуация с транспортом. Я думаю в стороне ЮГОКа. С города в ЮГОК сложновато добираться вечером сложно. Вот у меня сестра там живет. Сложновато. А в городе замечательно. Куча маршруток, все в любую сторону. Сел, доехал без проблем. Самое большее это в Саксаганском, в Терновском тоже так бывает. Ну а самое-самое такое у нас, чтобы прям по пробкам такое было, это у нас в Долгинцевском. Очень тяжело. Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я мало езжу, пенсионерка. А в центрально-городском районе меня все устраивает. Я не могу сказать, что в каком-то из районов нашего города плохая ситуация с транспортом. Хочу сказать, что в последнее время вообще очень много новых маршрутов появилось. И вот мне нравится, например, я часто езжу 295-й. Это Макулан, по-моему. Можно ехать через весь город всего лишь за 4 гривны. Поэтому я считаю, что у нас хорошие транспортные развязки, хорошие транспортные маршруты. Открытая трибуна